Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о возможности досрочного выхода на пенсию для ряда категорий работников. Теперь в стаже будут учитываться периоды обучения и дополнительного образования. В России на три недели заморозили отпускные цены на мясо птицы. Торговые сети и производители договорились о цене в 145 рублей за килограмм. На розничные цены соглашение не распространяется. В Удмуртии прошли международные открытые игры «Тракторный биатлон». Участники продемонстрировали навыки вождения трактора и меткой стрельбы. Европарламент лишил депутатской неприкосновенности бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдимона. Это решение может привести к его экстрадиции в Испанию. Верховный суд Бразилии отменил приговор экс-президенту Луису Лула да Силва, обвиняемому в коррупции. Он получил возможность снова баллотироваться на пост президента. В Богдановке Кормиловского района Омской области кризис мусорных неплатежей. Платить за вывоз отходов отказывается примерно половина жителей села. Люди пошли на принцип. Они утверждают, мусора у них практически нет. Все пущено в дело. В городе понятно, что все, что есть, его получается выбрасывают в мусорный бак, вывозят. Там, да, с человеком может и набирается 22 килограмма в месяц. А у нас получается, что все, что остается от продуктов питания, мы отдаем животным. То, что какая-то бумага или еще что-то, мы стапливаем в бане. Баня, домашний скот и печное отопление – три причины, из-за которых жители Богдановки отказываются от услуг мусорного оператора. Вернее, пытаются отказаться. Долги несогласным исправно начисляют. Мне нечего даже сдать, понимаете. А получается, с меня потом раз, карточки сняли, деньги забрали. Основание. Получается, завтра в газете опубликуют, что нужно платить за воздух. Я теперь еще и за воздуху платил. По мнению коммунистов, причина конфликта в Богдановке – непрозрачность в реализации мусорной реформы. Явно завышенные нормативы возмутили население. Люди ждут разъяснений уже два года. Тариф стоит достаточно высокий, и при этом 22 килограмма с человека за месяц. Хочется, чтобы грамотно рассмотрели, подать заявление в суд о снижении тарифа, о пересмотре тарифа, о пересмотре, допустим, объема этого мусора. В связи с чем уменьшится объем, соответственно, может уменьшиться и сумма платежа. То есть люди, они законопослушные, но просто не согласны с теми условиями, в которые их поставили. Машина приезжает в село один раз в неделю. Контейнера для отходов нет. Мусор люди выставляют на улицу. Содержимое пакетов разносят по селу собаки. Платить за такой сервис по установленным нормативам оскорбительно, считают многие в селе. Коммунисты подчеркивают, факт завышения мусорных тарифов в Омской области признают даже власти. Но решение вопроса затягивают. Я наблюдаю просто тихий саботаж. Нанимает одну компанию, та там два сезона меряет, делает замеры, грубо говоря, зима, весна. Потом они приходят к выводу, что это липа, разрывают отношения, опять конкурс, это несколько месяцев. Заключает пока договор, проходит полгода. Следующая компания, та же история. Правительство Омской области пообещало пересмотреть мусорные тарифы к октябрю. В КПРФ констатируют, предыдущая подобная попытка с треском провалилась. В Саратовской области продолжается череда скандалов, связанных с инициативой местных властей присоединить ряд поселений Саратовского района к областному центру. Процесс объединения территории запущен в прошлом году. Протестующие жители села Михайловка обратились за помощью к депутатам-коммунистам. Для чего это надо? Какие-то инвестиции обещанные и так далее? Никому не разъяснять, даже нам, как депутатам, на прямые вопросы, на прямые запросы не объяснять, для чего это надо, чем это поможет селам, чем это поможет городу. В назначенный час место проведения встречи с депутатом оказалось занято. Здесь представитель администрации Саратовского района агитировал население за присоединение. Пообщаться с жителями Михайловки представителю КПРФ так и не дали. В результате общения депутата-коммуниста с жителями все же состоялось. Люди поделились своими опасениями. Присоединение к региональному центру может лишить их льгот и ущемить социальные права. Они теряют депутатов, они теряют местную власть, они теряют местный бюджет. То есть они фактически становятся окраиной, далекой-далекой окраиной города Саратов. В ближайшее время такие же встречи запланированы в других селах Саратовского района. Власти планируют завершить реформу до конца текущего года.